Вчера полдвенадцать отбросили работу. Ну как бросили? Вроде темно стало, плохо шло. Поэтому можно было позже, но уже... Роса выпала? Да. Итак, кожный день у полей с девяти ранницы до полночи. У Владимира Мельникова и Алексея Макосова, першими у Могилевской области, переодолили двухтысячный рубеж по намолоте зерня. На уборке уже семнадцатый сезон, так что это не первый раз было и первое, и две, и три, и четыре. Но, правда, на первое место на долинках не доходил никогда. Это, как так говорится, счастливый билет. Просто так. Идем мы, как я всегда сравниваю по минному полю. Одна поломка, и все, ты далеко сзади. Я очень в восторге, говорится. Урожай очень хороший, но надо его вовремя убрать, сохранить хлеб и привезти большие заработки. Заработать большие деньги, привезти их домой в семью. У агрокомбината «Зара» – моцная працовная традиция. Ни выпадково, у один день з'явилися отразу четыре лидра жнива. Двухтысячники, так само, знакомит экипаж у Владимира Корсака и его сына Вадима. И водители Юры Ванкевич и Лангуры Хасе. Дарыча механизаторы, его зовут Дима. Керавник в области подзякового хлеборобам за отказность, профессионализм. Усены уносит вашкий уклад у харчовую безпеку Беларуси. После урожайскости у Владимира Доманевски и его першинаместник Олег Чикида выросшились с кабины комбайна поназирать заходом уборочной компании. Очень хорошее впечатление. Я вот говорю, комбайнеру лучше, чем в кабинете сидеть. Приятно, очень хороший обзор, хорошая техника и, главное, хороший урожай. И вы видели, сколько мы прошли, какой загон короткий, и он уже два раза выгрузился. Поэтому это еще раз говорит о том, что хороший урожай на этом поле. Хлеб хороший на этом поле растет за 80 центнеров, с гектара зимая пшеница. Механизаторы довольны, буквально 14 минут и 7 тонн золотистой пшеницы собрано в бункер. Як отзнашил Владимир Доманевски, усе районы Могилешины сурьезно подуходят до уборочной компании и максимально використовывают умовы надборья. Татьяна Сергеевич, Юрий Оласов, Новини Регіона.